Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей лица. Не так давно я снимала видео о ретиноле, и мы говорили с вами, почему не стоит использовать ретиноиды и ретинол летом. И дело даже не в том, что, возможно, нежелательная пигментация на лице, а в том, что, возможно, гораздо более неприятные последствия, ведь действительно мы поговорили с вами о том, что ретинол фототоксичен, а это значит, что он является причиной плоскоклеточного рака. Мы также поговорили с вами о том, почему до сих пор точного не дано ответа, можно ли пользоваться ретинолом летом. Но я уже сказала вам в том видео, что я скорее нахожусь на стороне тех людей, которые предпочитают ретинолом летом не пользоваться. А чем же нам, собственно, тогда пользоваться летом, если мы привыкли к ретинолу? Ну, счастливая новость заключается в том, что действительно есть аналоги ретинола, которые ничуть не хуже, а в некоторых случаях мы поговорим об этом с вами сегодня даже лучше ретинола. Ну и как вы хорошо знаете, ретинолом лучше пользоваться курсами, поэтому почему бы летом не быть тем промежуточным периодом, когда вы не будете пользоваться ретинолом? Сегодня я предложу вам 5 альтернатив, 5 ингредиентов, которые могут служить заменой ретинолу в летний период. Я обязательно покажу вам примеры средств, и большинство из тех средств, которые я вам покажу, я уже пробовала и показывала на своем канале, поэтому если вы наберете в поисковике, например, Ксении Вебер Бакучиол, то, скорее всего, вам и попадутся те видео, в которых я говорю об этом ингредиенте. По какому признаку выбираются ингредиенты, которые способны заменить ретинол? Конечно, они должны действовать похожим образом. Действовать и на фибробласты, и на пролиферацию, то есть деление клеток, и на экспрессию генов. Именно по этому признаку выбираются ингредиенты. Также важно, чтобы ингредиент был стабилен, и чтобы он хорошо вел себя на солнце. Вот, к примеру, альфа-липоевая кислота. Казалось бы, чудесный антивозрастной ингредиент. Почему бы ему не быть заменой ретинолу летом? Ну, во-первых, альфа-липоевая кислота действует немножко по-другому, а во-вторых, альфа-липоевая кислота ненавидит солнце. И об этом мы обязательно будем говорить с вами в видео об альфа-липоевой кислоте. Те пять ингредиентов, которые я подобрала для вас, конечно же, имеют уже всевозможные исследования, они хорошо изучены. Ссылки на все интересные исследования я обязательно оставлю внизу. Итак, первое вещество, которым мы можем заменить ретинол летом, это голубой ретинол. И дело здесь далеко не в цвете. Голубой ретинол – это производная водоросли, которая проживает, если так можно сказать, в горном озере, добывается в одном единственном месте на планете. Также на упаковке вместо названия «голубой ретинол» вы можете найти название «Лана Блю». Почему голубой? Ну, потому что если вы хотя бы раз держали в руках средство с голубым ретинолом, оно очень приятного такого голубого цвета, немножко напоминающий по цвету пептид меди или азулен. Исследования «Инвиво» и «Инвитро» показали мощный ретиноевый эффект, сравнимый с действием настоящего ретинола. Но для нас это голубой ретинол получается гораздо интереснее, потому что ретинол – это всего лишь витамин А, а голубой ретинол – это водоросль. Он богат другими витаминами, он на 70% состоит из аминокислот. Исследования показали, что 3% концентрация, сейчас говорят о том, что голубого ретинола в косметике может быть от 1% до 5%. Так вот, исследования показали, что введение 3% ретинола через 3 недели на 58% улучшает состояние кожи в плане морщин и микрорельефа. И, между прочим, голубой ретинол ничуть не уступает обычному ретинолу в плане воздействия на акне и высыпание. Но то, что нам с вами нужно, это то, что голубой ретинол совершенно равнодушен к солнцу. Он не повышает фоточувствительность кожи, он совершенно не фототоксичен. Он никак не влияет на пигментацию в плане негативном. То есть, он не вызывает усиленное появление пигментных пятен. В общем, одни сплошные бонусы, хороший эффект. Я бы, может быть, в некоторых случаях, если вы не можете подружиться с ретинолом с обычным, перешла бы и вовсе на голубой ретинол. Какие средства с голубым ретинолом я могу порекомендовать? Крем от Now Foods. У него очень интересная текстура. Когда вы будете наносить его на кожу, вам может показаться, что он достаточно плотный. Но впитывается он великолепно. Я человек летом, скорее, с комбинированной кожей. Когда я им пользовалась, это было достаточно давно, я помню, что я пропользовалась им все лето, и мне он очень нравился. Никакого повышенного жирного блеска. Он очень хорошо усаживается на кожу, и мне нравился эффект от него. В сыворотке и в креме WayEast очень высокая концентрация голубого ретинола. Там 4,5%, по-моему, насколько я помню. Единственный недостаток этой линейки заключается в том, что продается она только на Shopping Life в России, и она уже почти вся распродана. Если что-то вы увидите, какие-то остатки, ссылку я оставлю внизу, возьмите. Потому что продукт замечательный, я вам тоже его показывала. У него такая гелеобразная формула, скорее, это крем-гель. Очень приятного такого лазурного цвета. Восхитительно впитывается. И, по-моему, просто идеальная линейка на лето. Голубой ретинол есть и в серии Тиана от нашего отечественного производителя. У меня когда-то была вся линейка. Это было еще до открытия этого канала. И все, что я помню, что она мне не понравилась. И я помню, что мне тогда казалось, что все средства это как будто разлитые из одного чана средства. То есть у них одинаковая текстура, одинаковый запах, одинаковое поведение на коже. И я тогда не заметила никакого эффекта. И еще я помню, что они как-то неприятно ощущались на коже. Был какой-то эффект пленки. Ну, возможно, мне нужно освежить мои воспоминания и что-то изменится. У Белиты, кстати, тоже есть линейка с голубым ретинолом. Называется она Блю Терм. Кто пробовал, пожалуйста, напишите. Я вот не помню, было ли у меня что-то из этой линейки или нет. Но, во всяком случае, это возможность воспользоваться косметикой с этим ингредиентом из бюджетного сегмента. Следующий ингредиент, о котором мы уже подробно говорили на моем канале, но о нем никогда не будет лишним поговорить еще раз, это Матриксил. Сейчас на своих экранах вы увидите слайд, который я для вас подготовила, чтобы вы безошибочно могли находить Матриксил в составе косметики. Потому что, действительно, Матриксил бывает немножко разный. Он у нас бывает трех типов и называется он по-разному. Пожалуйста, посмотрите сейчас на ваши экраны, можете заскриншотить. Каждый из этих видов Матриксила обладает немного разным действием. На лето подойдет, конечно, любой Матриксил. Прекрасен любой, он действительно работает. Клинические исследования подтверждают его великолепную эффективность. Но нас с вами больше всего интересует Матриксил Синтэ-6, потому что именно он больше всего по своему воздействию на фибропласты похож на ретинол. Как вы можете видеть, Матриксил отлично работает. Он стимулирует фибропласты, он влияет на пролиферацию клеток, он стимулирует коллаген разного типа. В общем, это то, что нам нужно. И Матриксил, кстати, и для кожи с акне очень хорош. И Тина, раз Миамидер, я уже вам в этом говорила, советует. Если вы не можете подружиться с обычным ретинолом, или у вас какие-то особые противопоказания, беременность в том числе, или летний период, вы совершенно свободно можете переходить на Матриксил, потому что Матриксил действительно показывает равные результаты с ретинолом. Поэтому ничего нас не должно останавливать от того, чтобы произвести такую замену. Современный косметический рынок предлагает много средств с Матриксилом. Его сейчас хорошо освоили и внедряют в разные косметические средства. Я хочу вам показать несколько средств. Это не значит, что нужно пользоваться только ими, это всего лишь пример. Но, во-первых, меня очень заинтересовал крем, и я себе его уже заказала, он ко мне едет. Это Revival Labs мультипептидный комплекс. И потому что я видела, у меня есть ощущение, что Матриксила там достаточное количество. Напомню вам, что Матриксил обычно, и вот такая стандартная цифра 10% ввода. Вот потому, где располагается Матриксил в перечне ингредиентов этого крема, у меня действительно создается впечатление, что его там достаточно много, и это хорошо. И плюс ко всему, там есть другие пептиды, которые будут подкреплять и усиливать антивозрастное действие. Отзывы, кстати, на этот крем очень хорошие. Далее, Derma E, линейка, которую я сейчас тестирую, и вам я ее уже показывала. В этой линейке есть крем для глаз. Вот в этом креме для глаз тоже есть Матриксил. И Матриксил есть в другом креме для глаз от этого бренда, который, кстати, вы мне рекомендовали. В креме Yuse, который называется Day & Night Cream, тоже есть Матриксил. Я когда-то вам его показывала. Огромная бадья. Очень приятная текстура. Кстати, тоже подойдет на лето. Но, может быть, не подойдет обладателям очень жирной кожи, потому что крем все-таки ощутимо увлажняющий. И Азелик. Азелик тоже использует очень интересные формулы. Кстати, в июле мы будем говорить о бренде Азелик. Будет большой обзор на этот бренд. У них действительно есть и Матриксил, помимо других ингредиентов, которыми славится этот бренд в составе. Например, в дневном лосьоне. Конечно же, на своем канале я показывала The Ordinary сыворотку с 10% Матриксилом. Показывала я вам и сыворотку от Timeless. Это по-прежнему заслуженные продукты с Матриксилом. Я своих слов назад не забираю. Бакучиол. Третий ингредиент, которым мы можем заменить ретинол. Ох, бакучиол исследован вдоль и поперед. И двойные, и слепые, и рандомизированные исследования, и все, какие положено. В один голос говорят о том, что бакучиол очень хороший ингредиент. Исследования показали, что уже 12 недель применения бакучиола заметно сглаживают глубину морщин, даже достаточно глубоких, хорошо влияют на микрорельеф кожи, работают с пигментацией и с высыпаниями, кстати. Повышают упругость, эластичность кожи, сужают поры. И, кстати, снижают риск фотоповреждений кожи, вызванных ОФ-излучением. По-моему, идеально на лето. Бакучиол, так же, как и коллаген, регулирует коллаген первого и четвертого типа и стимулирует коллаген третьего типа. Я лично сейчас пользуюсь и уже вам показывала сыворотку от Simpy Beautiful. Кстати, когда я готовилась к этому видео, увидела, что на этот бренд и на эту сыворотку, в частности, сейчас очень хорошая скидка. И я лично очень хочу себе заказать The Inkey List, средство, которое так и называется, бакучиол. Вообще, попробовав ретинол от бренда The Inkey List, я как-то прониклась к этому бренду, поэтому мне хочется его пробовать и узнавать. Так что, кто у меня спрашивал про бакучиол? Как я к нему отношусь? Я отношусь к нему более чем положительно. И современные исследования, мое положительное мнение, только подкрепляют. Следующий ингредиент, о котором просто нельзя не поговорить, и современные исследования и опыт показывают, что он чуть ли не сильнее ретинола. Во всяком случае, он может гораздо больше, чем ретинол. Говорю я, конечно же, о пептидах меди. Пептиды меди чуть ли не всесильные. Они регенерируют ткани, они усиливают естественное заживление. Они работают сосудами, укрепляют сосуды и регулируют их рост. Пептиды меди являются прекрасным антиоксидантом. И, кстати, что нам особенно важно летом, пептиды меди являются профилактикой рака, в том числе рака кожи. Исследования пептидов меди проводятся достаточно долго, уже около 40 лет. И эти исследования говорят, что пептиды меди как при нанесении наружно, так и, кстати, при употреблении вовнутрь, полностью безопасны. Ну а в плане антивозрастного действия, помимо всех перечисленных выше свойств, они действительно действуют подобно ретинолу. Они стимулируют фибробласты, они регулируют выработку коллагена. В общем, все, что нам нужно. Исследования говорят, что регулярное использование косметики с пептидами меди способствует тому, чтобы морщина расправлялась и буквально выталкивалась изнутри. Великолепное действие. Косметики с пептидами меди недостаточно много, как мне кажется. Возможно, потому что долгое время патентом на пептиды меди обладал только один человек. Вы можете зайти в соответствующий магазин, доктору Пикарду. У него вся косметика на основе пептидов меди. Я пробовала эту косметику, и у меня очень многие косметические средства, к сожалению, вызвали аллергическую реакцию. Но у него действительно очень высокая концентрация действующих веществ. Пожалуйста, не игнорируйте шкалу, которая находится в каждой карточке товара, которая указывает эту концентрацию веществ. Не берите максимальную, не делайте, как я. Начните с малого. Я в свое время показывала вам пептиды меди, которые я использовала. У меня есть старенькое, но до сих пор актуальное видео о пептидах в меди. Я тогда использовала сыворотку от Наэт с пептидами меди. Если я не ошибаюсь, ее сняли с производства. Но у The Ordinary до сих пор вы можете найти средства с пептидами меди, в том числе и в сыворотке Buffett. И последний ингредиент, которым мы можем заменить ретинол, это масло шиповника. Про масла, кстати, мы очень подробно с вами поговорили в недавнем видео. Если вы его не смотрели, пожалуйста, посмотрите. Видео состоит из двух частей, где в первой части мы подробно говорим о маслах и обсуждаем, как грамотно их использовать, чтобы не навредить своей коже, потому что масла действительно способны очень серьезно навредить нашей коже. А во второй части этого видео я привожу вам примеры масел, в том числе, конечно же, масла шиповника, потому что я лично масло шиповника обожаю. За что, собственно говоря, я это масло шиповника обожаю и почему рекомендую вам использовать его летом? Конечно же, масло шиповника – это восхитительный источник антиоксидантов. Там есть витамин С, причем в хорошей концентрации, витамин Е, витамины группы В. Но нас с вами интересует ретинолоподобное действие этого масла. В чем оно заключается? Ну, во-первых, в масле шиповника есть каротиноиды – предшественники витамина А в нашей коже. А во-вторых, в масле шиповника есть трансретиноевая кислота. Но в отличие от ретинола или ретиноидов в косметике, такие компоненты в составе органического продукта действуют очень мягко и совершенно не имеют никакого раздражающего действия. Также масло шиповника не замечено в фототоксичности. Масла шиповника, кстати, достаточно много. Есть от разных-разных брендов. Я лично люблю масло Life Flow, масло холодного отжима. Кстати, вы в комментариях мне написали, что у некоторых из вас это масло пахнет рыбой и упрекнули меня в том, что я о таком важном моменте не сказала. Девочки, мне очень жаль, но похоже, ваше масло шиповника испорчено, потому что свежее нормальное масло шиповника не пахнет практически ничем. То есть у него слабый-слабый травянистый запах, не имеющий ничего общего с запахом рыбы. Другие примеры средств с маслом шиповника вы видите сейчас на своих экранах, но это не обязательно эти средства нужно использовать. Ищите масло холодного отжима от любого бренда, который вам по душе. Итак, вот они 5 ингредиентов, которыми мы можем заменить ретинол летом. Можно, кстати, использовать все 5. Никто вас в этом не ограничивает. Никакого передоза, как от настоящего ретинола, ни в коем случае не будет. Еще раз, какие это 5 ингредиентов? Это голубой ретинол, это масло шиповника, это пептиды меди, это матриксил и бакучиол. Не стоит рисковать, мое мнение, почему бы не сделать перерыв и не попробовать что-то другое в своем уходе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что из этих ингредиентов вы любите, какой эффект это оказывает на вашу кожу, что из тех средств, которые я вам показала, вы пробовали, что вам понравилось, а что нет, и что вы можете порекомендовать от себя. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok